стружки нету снизу только какая-то грязь чуть-чуть или или есть нет друзья всем привет это видео будет про автосервис в польше сейчас я еду на встречу с михаилом который открыл сто в в рот свое под названием база с михаилом мы уже делали ролик с его женой юлей про покупку дома в польше и про репатриацию это видео набрало более миллиона просмотров кто не видел я оставляю ссылочку в описании в этом видео мы именно поговорим и миша покажет расскажет про открытие своего авто сервиса также мы познакомимся с ребятами которые у него работают я уже у них был где-то месяц или полтора назад со своей новой машиной меня были некоторые мелкие проблемы которые нужно было устранить там течи антифризы и другие начала иногда загораться мигающая спиралька свечей накала вот после подключения компьютера было показано что слишком высокое давление в рампе и в первую очередь полезли в стакан топливного фильтра искать металлическую стружку слава богу ее там не оказалось возможно нужно просто поменять датчик это случается очень редко машина переходит в аварийный режим и пропадает как бы тяга но она едет при этом когда перезаводишь двигатель сразу становится все нормально это происходит редко пока не сильно напрягает хочу сказать что миша миша занимается автосервисом уже много лет большой специалист профессионал когда ему приезжаешь и говоришь свои симптомы что с машиной сразу человек понимает что куда нужно лезть в первую очередь я очень доволен что я познакомился с ребятами с мишей теперь я знаю куда я могу есть со своей машиной я очень им благодарен доволен и с удовольствием делаю это видео я вот сейчас еду со стороны упорова по кармельковой на кличину и сейчас покажу где съезд здесь вот есть такая по правой стороне промзона здесь базы всякие гаражи здесь кстати там можно кто знает во вродславе на кличине вот в этом дворе миша привет привет расскажи нам как открыть автосервис больше я уже зрителям говорю что мы с тобой делали ролик про дом набрал много просмотров и всем было интересно чем вы занимаетесь супер еще раз представлюсь меня зовут михаил полтора года назад вместе семьей мы переехали в во вродслав из сибири по программе репатриации два с половиной месяца как открыли варштад в польше варштад на что называется база это действительно снимал полгода назад ролик о том как мы переезжали снимал наш дом и соответственно было очень много вопросов о том чем мы занимаемся пойдем я покажу большинство подумали что вы программисты у вас стоял компьютер большой в комнате ну да это не совсем так мы не программисты в россии мы занимались совершенно другим направлением деятельности пойдем ко мне в офисе думаю что там будет удобнее я все расскажу по порядку до того как рассказать о том как я открыл автосервис польши хотелось бы рассказать чем я занимался в россии как я к этому пришел в россии я более 10 лет занимался бизнесом автомобильной тематике все начиналось от маленького автосервиса позже добавился авторазбор таксопарк установки центр газового оборудования ну и соответственно полномерно все пришло к тому что мы переехали сюда я долго думал чем я буду заниматься мониторил разные ниши но при этом решил начать с того что я уже знаю и соответственно мы решили открыть автосервис здесь автосервис представляет из себя четыре поста для ремонта автомобилей два из которых с подъемниками один явный пост и один пост пешего ремонта здесь мы оказываем услуги по механической механического ремонта автомобилей их техническому обслуживанию без кузовного ремонта первое с чего я начал открыть автосервис это изучение вопроса о том каким образом надо открыть автосервис как сделать это так чтобы это было наиболее выгодно и в моем случае это отживальность господарча то есть это и п вот но и такая форма деятельности как сполка тоже возможно и в большинстве случаев в плане на систем налогообложения это примерно одинаково единственное есть разница в том насколько трудно вам будет работать с наличными деньгами которых он поступает в польше как таковых особых разрешительных документов для того чтобы работать в качестве автосервиса не требуется вот но требуется получение специальных разрешений на производство небытовых отходов а специального значения то есть необходимо получить номер бдова заключить договор на утилизацию этих отходов и получить разрешение на производство отдельных видов деятельности это все связано также с экологией например я говорю о обслуживании систем климатизации заправки кондиционера это разрешение нужно для того чтобы вы физически имели возможность приобретать газ для заправки таких систем пойдем виталий я расскажу как я открывал автосервис здесь и собственно что и представляет из себя наше помещение познакомлюсь с ребятами сейчас мы находимся в помещении нашего автосервиса расположены мы улица кармелькова 33 35 это район кличина помещение у нас здесь 150 квадратных метров четыре поста ремонта два подъемных явный и соответственно пошла пост пешего ремонта о том как я открывал автосервис еще раз повторюсь что все это начиналось с того что прорабатывался вопрос правовой организации этого бизнеса регистрировалось предприятие заключался договор на обслуживание бухгалтерской деятельности и уже после этого мы переходим к четырем составляющим которые я для себя принял как основные для того чтобы автосервис стал успешным начнем с того что правильный выбор помещения помещение во вроцлаве должно иметь специальное назначение разрешающему эксплуатацию такого помещения в качестве автосервиса к сожалению не каждое помещение имеет такое разрешение и очень важно на этапе открытия узнать у арендодателя имеет ли помещение подобное разрешение помещение должно отвечать определенным техническим характеристикам такие как высота потолков это не менее четырех метров в высоту это бетонное основание пола для возможности установки подъемных механизмов и соответственно вводные мощности электроэнергия 380 вольт и 220 вольт водоснабжения ну и соответственно площадь помещения не менее 150 квадратных метров здесь не было абсолютно ничего здесь мы все строили заново и по большому счету до нас здесь был склад магазина мебели соответственно мы полностью выстраивали все бытовые помещения производили косметические ремонты закупали все оборудование все делали от ноля выбрали помещение вторым очень важным фактором является специалисты потому что от специалистов будет происходить те услуги которые вы сможете оказывать людям которые ваши специалисты могут сделать качественно для этого вы прежде всего должны разбираться в том что за услуги существуют на рынке каким образом они оказываются что для тех или иных услуг требуется в виде оборудования и прочих вещей и при этом когда вы собеседуете механиков вы важно определить их компетенцию навыки и уже от того каких механиков вы набрали если вы взяли хороших специалистов то это уже 50 процентов от успешного автосервиса потому как вы сможете правильно скомплектовать услуги и будете гарантированно выполнять их качественно дальше пойдем и покажу что у нас здесь есть какое оборудование подъемные механизмы и в целом стоимость открытия автосервиса у меня вышло порядка 100 тысяч злотых это абсолютно все оборудование вместе с ремонтом который мы здесь сделали ручным инструментом специальным оборудованием диагностическими сканерами и прочим прочим вещами но при этом скажу так что я имею достаточно большой опыт при открытии автосервиса и понимаю какое оборудование требуется для открытия автосервиса и понимаю что это оборудование должно соответствовать двум качествам это цена и соответственно их технологические возможности поэтому при выборе оборудование в данном случае я не исходил из супер премиальных брендов или подобных вещей я подходил к этому так чтобы это оборудование не ломалась она была пригодна для эксплуатации отвечала максимально тем услугам которые мы планируем оказывать в данном случае у нас установлено два подъемника первый подъемник у нас двухстоечный этот подъемник стоил порядка 9000 злотых и 2 подъемник это подъемник вилочный который стоил там порядка 13 тысяч злотых распределение происходит таким образом что дальний пост используется для долгосрочных ремонтных работ ближний пост используется для мелкосрочных ремонтных работ таких как замена масла обслуживание автомобилей и так далее а на дальнем и ремонтируем двигатели меняем узлы и агрегаты ну и вот подобными трудными работами уже занимаемся сейчас у нас в штате работает 4 человека у нас работает 2 механика мастер приемки и ваш покорный слуга ты тоже работаешь да я сам делаю диагностики и соответственно часть из работ которые по текущему момент времени мы не принимая специалистов потому что все это требует определенных финансов я беру на себя и самостоятельно их выполняю пойдем я покажу как это устроено здесь я хочу спросить только здесь получается машина может проезжать под другой машин да но к сожалению сейчас не получится показать но на самом деле бывают такие ситуации когда мы поднимаем машину вверх и машина с первого поста проезжает под машиной второго поста ремонта я думаю люди представят как я думаю тоже пойдем и покажу как это все было ну как еще раз повторюсь здесь не было абсолютно ничего помещение автосервиса должно обладать определенными качествами для того чтобы можно было здесь работать то есть мы должны обеспечить быт сотрудников которые нас работают мы должны обеспечить зону клиента у нас должен быть склад автомобильных запчастей расходных материалов которые здесь находятся это неотъемлемые атрибуты любого автосервиса в данном случае мы делали все это заново у нас здесь не было канализации здесь не было воды соответственно все это мы дело монтировали и подключались к соседям это отдельная длинная история но как бы нам удалось это решить и сегодня мы уже здесь сделали отдельно у нас есть санузел отдельно комната где у нас находится автомеханики и у каждого механика свой шкафчик для переодевания соответственно свои вещи все согласно бхп вот дальше соответственно у нас находится зона приемки автомобилей где мы принимаем своих клиентов где у нас работает мастер приемки и место для ожидания клиентов пока их автомобиль находится в работе вот ну и последнее помещение это помещение нашего склада расходных материалов и запчастей она у нас находится здесь там у нас как всегда рабочий такой беспорядок потому что это все бесконечно работе находится и требуется что-то иметь и в наличии до какие-то масла до абсолютно расходные материалы для автомобиля у нас есть наличие мы это все приобретаем здесь держим у себя на складе для того чтобы клиенты не ждали наших запчастей важный момент такой которым с которым я здесь столкнулся это качество работы с поставщиками мы работаем практически со всеми поставщиками в польше кто занимается оптовой продажей запчастей и уровень качества их услуг он намного выше чем в сибири там где я был до этого потому что здесь запчасти мы привезем вам под ваш ремонт в тот же день когда машина находится у нас или максимум на следующий причем это касается большинства автомобилей важно отметить что автосервис данном случае у нас является мультимарочным то есть мы обслуживаем практически любые автомобили которые эксплуатируются у нас здесь во вроцлаве людьми кроме совсем грузовых правильно да кроме совсем грузовых о чем мы уже разговаривали когда говорили о помещении важно чтобы помещение в котором вы будете работать в котором работаем и имела перспективу развития в данном случае здесь у нас из перспектив развития мы сделали дополнительно смотровую яму для того чтобы обслуживать полукоммерческий транспорт такие как микроавтобусы легкие грузовые автомобили то есть вот это я мы не было это я мы здесь здесь не было да это было все замонтировано мы договорились собственника помещения о том что он нам дает разрешение на то чтобы мы это открыли и в последующем еще дополнительно мы сюда добавим установочный центр газового оборудования для того чтобы ремонтировать и устанавливать газоборудование на легковые автомобили как скоро это будет я думаю что в течение двух месяцев мы тоже сделаем наверху сделан офис там где нахожусь я и находится мой компаньон дмитрий сейчас я вас с ним познакомлю пойдемте я вас представлю автосервис это не единственный направлен деятельности которым мы занимаемся мы занимаемся деятельностью связанные с автомобилями и дима сейчас подробно расскажет что еще мы можем предложить своим клиентам это мой компаньон дмитрий привет дмитрий занимается продажей и покупкой автомобилей в польше в германии и из других стран европы сейчас он сам дальше подробно об этом расскажет мы занимаемся подбором и пригоном автомобилей с германии с нидерландов швейцарии также у нас машины уже есть в наличии некоторые вот это автомобили гибридные два уже плагина что такое плагин это автомобиль можно подзарядить и он чисто на электрике ездит ну где-то в городском режиме 50 километров вот эту можно подзарядить машину это опел ампера и в митсубисе outlander 2013 года тоже с такой же подзарядкой а если подзарядка закончится то он уже просто работает как обычный гибрид в чем преимущество таких машин что очень маленький расход то есть если взять тойоту там приус аурис там в принципе одинаковые двигатели 18 стоят бензиновый плюс электротяга то расходы на таких автомобилях 5-6 литров всего лишь коробки тут вариаторы стоят если по обычному сказать автомат все что связано с гибридами очень интересная тема так как им постоянно помогает электротяга двигатель внутреннего сгорания не так напрягается как бы они выхаживают больше то есть например если некоторые боятся машину брать с пробегом 250 потому что думаю что капитальный ремонт уже скоро будет это как бы больше к обычным автомобилям гибридная машина если там пробег 250 как вот на toyota auris красная это стоит то она еще проедет 250 минимум а то и больше то есть они как бы практически миллионники как вы сами ездите за машинами или вы заказываете на аукционах как это выглядит значит мы и так и так делаем если надо физически я беру эвакуатор бывает наоборот вообще самолетом лечу там например в амстердам гагу там покупаю машину делаю временные номера и полтора тысячи километров грубо говоря еду сюда во вродсов это в основном если под заказ да да если по заказ ну и почему мы сами иногда если есть интересные машины мы сами покупаем и чтоб они уже готовый человек пришел а мы что-то могли предложить чтобы машины уже были в наличии аукционами мы тоже работаем активно потому что вот этот автомобиль opel mitsubishi этот toyota красная они были заказаны через аукцион они приезжают автовозом сразу все машины мы тут их разгружаем проверяем полностью на нашем же сервисе меняем жидкостя масла вот ну и как бы готовим к продаже этом делаем какой-то детайлинг полировку химчистку даже в салонах делаем ионизацию убираем микробы так как все равно машины бушные и людям приятно как бы чтобы она блестела пахла и так далее приоритете для вас вот продавать машинки с германии либо подбирать на месте людям занимаетесь вы тоже подбором я знаю да мы занимаемся это зависит от бюджета людей мы как гоняем с германии там нидерландов швейцарии так мы можем подобрать и нам месте мы делаем выездные диагностика даже если вы сами нашли автомобиль то у нас есть такая услуга как выездная диагностика перед покупкой мы можем полностью проверить ваш автомобиль у нас есть для этого все оборудование скажи по твоему мнению если человек имеет там 10 10 тысяч злотых в германии сложно что-то купить чтобы с расходами там всего ложится на самом деле маленький бюджет так вот их звучит это там 10 тысяч а если в евро перевести буквально это там две с половиной тысячи евро все ошибочно люди думают что в европе очень дешевые машины значит очень доступные они намного доступнее конечно чем в наших странах так как у нас здесь нету растаможки тут растаможка всего лишь 3 процента от стоимости машины но не надо забывать что если машина там 2000 евро стоит то она скорее всего будет либо старенькая очень либо какая-то уже немножко проблемная у меня часто спрашивают почему у нас в продаже сейчас вот одни гибриды потому что они очень надежные и я знаю что я продам и не будет никаких проблем с коробкой там с двигателем батареи это тоже не проблема мы занимаемся регенерацией и не очень редко выходят из строя потому ошибочно когда люди думают что это очень дорого сложно на самом деле регенерации батареи может занимать один день вот и она меняется часто не полностью состоит из секций и как правило там после там 300 тысяч может там пару тройку секций выпасть и такой ремонт стоит там тысячу-полторы тысячи злотых ошибочно думать что там гибриды очень сложные на самом деле они еще меньше ломаются чем обычные автомобили цена работы фиксированная если вот у нас заказать машину там в германии с нидерланды в швейцарии мы берем чисто за работу 500 евро вот и плюс транспортировка если мы заказываем автомобили с аукциона тоже у нас та самая фиксированная цена 500 евро можете прийти к нам в офис мы посидим если найдем вам хороший вариант вы подтверждаете заказ мы заказываем машину она приходит сюда мы ее перед тем как вам отдать ее полностью все равно диагностируем проверяем но цены очень хорошие на аукционах если взять рыночную стоимость польских машин то в принципе цены плюс-минус одинаковые только единственное что в германии в нидерландах немцы например больше обслуживают машины у официалов то есть следят за ними у нас же тут пытаются часто экономить на машинах либо делают не сильно качественные ремонты и соответственно тяжелее найти здесь нормальный автомобиль как раз вернулся наш мастер приемки и параллельно выездной диагност по проверке автомобилей константин сейчас он немножечко расскажет чем он занимается я ему передам слово и вам подробно расскажет а может быть даст еще пару полезных советов о том как что-то сделать самостоятельно я занимаюсь приемкой и выдачи автомобилей поиском запчастей а также автоподбором и выездными диагностиками по польше только по польше вот дима перед ним рассказал про германию он занимается до больше до 1 занимается больше в германии выездами за границу аукционами а я именно занимаюсь локально по врослу получается и как бы по всей польше ездим ищем хорошие экземпляры то есть ты сам ездишь или с клиентом по желанию клиента то есть получается так либо отойдет заказ скажем так машина под ключ и я еду несколько машин проверяю и на связи с клиентами ему рассказываю какой адекватный экземпляр который нет и получается тогда делаем решение то есть либо это получается обшалов либо человек делает доверенность на меня и я покупаю и пригоняю ему машину зачастую если клиент не хочет ехать со мной не хочет тратить времени просто я беру с собой водителя или допустим с этим же димом договоримся и просто едем уже на место проверяем и уже случае с чего привозим машину можешь рассказать и показать как ты это делаешь какие-то основы осмотр я хотел я хотел бы вам показать о том как вы сами можете проверить автомобиль не без оборудования и пойдемте со мной вам покажу всегда начинаем проверку автомобиля с того что ищем его по базах данных если машина на польских номерах на польской регистрации можно бесплатно проверить на история gov.pl чтобы понять что было с машиной сколько было владельцев было ли дело на то проходилось или не проходилось и были какие-то аварии как можно больше узнать информации по поводу автомобиль но это вы проверяете перед выездом или уже это надо делать перед выездом так как это позволяет сэкономить и время и деньги и принципе понимать на что надо обратить внимание при проверке автомобиля все ли соглашаются выслать вин код ситуация выглядит следующим образом зачастую если это комис то в объявлении забрасывается левый неправильный вин код да так это выглядит и потом уже когда созваниваешься с продавцом он тебе высылает нормальный вин код от именно этого автомобиля и ты уже проверяешь и там либо что-то выскакивает либо тоже иногда бывают пустые рапорта попадаются но как бы и ты обращаешься за то фирма выше есть еще частные базы данных такие как карфакс кар вертикал а вот дна где проще всего и как бы лучше проверить автомобили за границы там рапорт получается где-то вот 15 до 50 злотых ну и согласитесь это намного скажем так меньше затраты там бывает либо с фотографиями либо просто с аднотацией что именно происходило с автомобилем если же вдруг приходит пустой рапорт вы просто пишете mail обращаетесь к руководству и они вам возвращают деньги на что нужно обратить внимание когда когда мы уже приезжаем к продавцу видим уже наш экземпляр желанный прежде всего надо подходить к проверке автомобиля с головой ни в коем случае не нельзя ехать на покупку автомобиля и только на эмоциях что у тебя глаза горят можешь купить просто какой-то автохлам и чисто из-за того что ты уже настроился ты же там не влюбился ты уже видишь как ты там куда ты едешь на ней и вообще отлично обычно так и происходит как-никак автомобиль это инвестиция и надо к этому подходить с умом надо ее качественно проверить потому что ну она вам должна послужить минимум несколько лет начинаем всегда с проверки кузова с лакокрасочного покрытия на предмет аварии то есть какие-то там вмятины глубокие царапины также обращаем внимание на зазоры между элементами это все первичные признаки то того как можно оценить машину что с ней происходило маркировка всех стекол то есть на стеклах зачастую идет производитель и вот машины когда и вся маркировка должна совпадать тогда мы понимаем что машина в принципе не было никаких аварий но важная аднотация бывают частые случаи когда машина именно не было в аварии но менялась лобовое стекло этого не надо бояться состояние покрышек смотрим более-менее на протектор насколько он ровно не ровно со всех сторон видно на нем из нос также проверяем вот если нам еще позволяют диски то мы также можем проверить состояние тормозных дисков и колодок это все нам поможет обчислить первые затраты которые надо будет нашими как так как автомобиль душный надо по-любому готовиться к замене расходных материалов таких как там может быть амортизаторы тормозные диски колодки то есть фильтра масла это это стандарт и обращаем внимание на состояние дверных арок то есть зачастую если допустим идет большой пробег то будут затертости именно на вот этой вот панели на ручке это если в основном идет пробег больше чем 200 в это заметно по словам например появляются здесь такие пролежни то есть сидение более 2 не видит и так получается выглядит дальше обращаем внимание на руль на потертости на нем как он вообще вы выглядит перешитый не перешитый оригинальный и одна изюминка как бы при проверке надо обратить внимание на основу руля на цвет и он должен совпадать с покрышкой подушки безопасности и это свидетельствует о том что до что не было мина или было меня на тогда подушка безопасности также смотрим полностью на салон на торпеда на все стыки не идут с пластиком и поэтому тоже можно будет определить снималась ли торпеда и было ли машина в аварии переходим с вами дальше один очень важный момент это проверить важное отделение автомобиля зачастую если эта машина идет бензиновая может быть так что лежит литровая канистра с маслом и это нам говорит о том что машина употребляет масло с некоторым расходом поэтому очень важно тоже при контакте с продавцом перед выездом узнать как можно больше вещей спросить если вы уже приезжаете видите ну то вы понимаете что разить возишь на их багажник да да не струбаться не у них они прям так ну как бы поинтересоваться как вылить ситуация с маслом на машину на бензиновых автомобилях часто бывает что уже со временем как бы там идет закоксовка колец и просто идет уже расход масла нам лучше перед покупкой об этом знать дальше проверяем нишу запасного колеса на предмет влаги на предмет коррозии на деформации то есть это тоже важный аспект по которым мы можем понять в этой вот нише если тут получается какая-то деформация соответственно понятно что машина могла получить задний бампер проверить если нам позволяют условия наклониться и посмотреть под машину как выглядит ее днище вытеки жидкости и масла то есть это все можно при принципе обычно каждой машине если это не какая-то спортивная заниженная то можно проверить можем вытащить щуп и посмотреть прежде всего на уровень масла на его состояние на консистенцию то есть меняли не меняли часто бывает такое что люди перед продажей которые хотят что-то скрыть они меняют масло и приезжаешь и на светлое мы только там поменяли все нормально мы тут там это готовились продажи на самом деле на это надо обратить внимание так как могли что-то скрыть открутить влив масла и проверить нету здесь здесь признаков горящего масла то есть если будет масса если масло на 2 теле горит соответственно здесь будет масло такого темноватого цвета и будет характерный запах такого жженого масла состояние двигателя на затеке масла то есть нету ли где-то там потекается какой-то клапанной крышки будет как бы понятно еще стоит обратить внимание на то как вылет именно подкопотка был ли было ли здесь двигатель замытый просим продавца чтобы он завел автомобиль чтобы нам понять насколько ровно работает двигатель не дергает ли его то есть тоже будет понятно допустим если он слишком будет дергаться что возможно будут какие-то вопросы по подушкам двигателя по креплению это нам говорит о том что надо будет их поменять потому что очень небезопасно ехать с сорванными подушками если у вас двигатель получается упадет на подрамник на опору это не лучшим образом скажется на машине и вот мы сейчас наблюдаем что двигатель работает ровно его никуда не дергает дальше мы просим продавца чтобы он поднял обороты до 5000 и передвигаемся назад и смотрим на выхлоп если при пяти тысячах оборота будет идти сивый или голубоватый дым это свидетельствует о том что есть какие-то проблемы и вопросы под бьетели зачастую они связаны с расходом масла если это дизельный автомобиль и при пяти тысячах оборотах пойдет черный дым этого не стоит опасаться это просто большее количество топлива попадает именно в картер и в рай это ты рассказал если человек может сам без дополнительного оборудования это что ты можешь проверить более или сверх того подключить компьютер раз проверить тормозную жидкость можешь или нет охлаждайку каким-то прибором на все воды или важно ли это ты считаешь или нет это мое оборудование с которым я выезжаю принципе на каждую выездную диагностику начнем мы с самого простого оборудования это у нас идет толщина мер с функцией соединения с телефоном через bluetooth подсоединяешься и начинаешь проверку и уже получается делаешь точную проверку и здесь клиент уже видит и она все записывается потом это можно все конвертировать в pdf файл уже для рапорта клиенту также здесь в этом предложении есть инструкция показывает конкретно в каких местах надо проверять конкретный элемент и также есть связь получается с интернетом где она скачивает с баз дан средние данные по лакокрасочным покрытию конкретной модели конкретного элемента что еще кроме лакокрасочного покрытия мы можем проверить состояние всех жидкостей начнем мы пожалуй с проверки тормозной жидкости которая не только влияет на работу всей тормозной системы а и также многих машинах влияет на работу сцепления на выжимной подшипник в зависимости от жидкости то есть есть на старших машинах это до 3 потом до 4 идут 51 зачастую до трех до пяти процентов влаги тормозной жидкости еще считается нормой все что выше тестер об этом дает знать и говорит о том что надо незамедлительно поменять до здесь было два процента поэтому жидкость свежие и и не стоит мне также могу проверить вязкость масла то есть очень часто как и на украине в россии принципе по всем мире не продают машины люди скажем так придумывают разные изощренности то есть чтобы скрыть какие-то неполадки мод доливать так называемый мотодоктор присадки и тогда получится масло загустает этим оборудование могу проверить вязкость масла и его состояние то есть в процентном соотношении если это у нас идет масло уже старое там падает там 80 70 60 процентов если доходит до 30 она уже показывает что стоит это масло поменять если там ниже 30 соответственно масло очень старое и непонятно в каком как бы состоянии и на душе выдающих вставлять да это вставляется в щуп это делается только на холодном двигатель и спускаем его в сам низ и масляный поддон если будет сто процентов соответственно что-то задалили какой-то мотодоктор присадку чтобы сделать его пуще состояние аккумулятора и генераторы можем проверить довольно простой способ в общем это тоже все есть а именно понятно стандартно если показания от 12 до 12 с половиной это говорит о хорошем состоянии когда назовете насколько должно между 13 8 и 14 8 это показывает как работает регенератор а теперь мы с вами сделаем тест прокладки под головкой так называемый то есть у меня есть реагент который взаимодействует с выхлопными газами и меняет свой цвет то есть изначально он синий а получается если выхлопные газа где-то пробирается и прокладка под головкой повреждена то он будет менять свой цвет с синего на зеленый или желтый продавцы реагирует если ты вот с такими колбами уже уже нормально то есть раньше где-то там года два-три назад вообще как бы когда ты приезжал просто с обычного бдс со сканером с компьютером молития просто не допустить до проверки как бы сейчас люди уже в принципе понимают что это адекватно нормально проверять машину перед покупкой всегда должно быть не больше жидкости вставляем бачок расширительный и просим чтобы вы продавец завел машину и подержал и буквально минуту-две на двух-трех тысячах оборотов здесь и может изменить цвет да да и здесь может поменяться цвет замена прокладки и подголовка это дело дорогостоящее и стоит минимум полторы тысячи злотых поэтому это довольно полезная информация перед покупкой автомобиля еще одним довольно постовым инструментом или является компрессиометр проверка компрессии на автомобиле за только бензиновый больше можно проверять на дизельных но это очень опасно в плане этом что чтобы проверить компрессию на дизельном двигателе можно открутить либо свечу либо форсунку очень проблемно достать свечу с дизельного двигателя так как они там закисают это свечи накалат они свечи зажигания а форсунки вообще лучше не трогать потому что не дай мне дай бог надломится или свеча или форсунка компьютерная диагностика показывает состояние форсунок на дизельной машине это покажу если будет какая-то ошибка если будет переливать то можно посмотреть можно также зайти в блок и проверить как бы информацию с каким-то давлением как этом поступает количество топлива на бензиновых двигателях намного проще проверить хорошо скажи мне за пробег очень интересует как за пробег как можно проверить кроме того что ты осмотрел в руль педали сиденья может там скручена у нас 100000 для этого нам можно когда по блокам проверить по каким-то не на все машина то есть есть машины в которых именно записывается на панели прибора пробег то есть на доме ты только он не записывается на других блоках так как допустим на фальсвагене можно там проверить зайти в каждый блок и посмотреть как бы дату изменений пробег в каждом блок не на всех машин то есть даже на тойоте довольно просто мотается пробег ты просто специфическим довольно оборудованием подключаешься и ты получится на одометре меняешь просто пробега на фордах тоже допустим очень просто скрутить пробег так как там он записывается только на доме ты на панели про зачастую большинство машин признанных с германии там с франции из бельгии они как называется это с корректированным счетчиком то есть здесь в польше так принципе в каждой я думаю стране существует такой миф что машины с пробегом больше двухста тысяч это уже злом это уже вообще не поедет это можно там давать не стоит вообще покупать поэтому как бы продавцы вынуждены тоже постарай подстраиваться немножко под клиентов и корректируют их допустим покупаем там с пробегом 280 тысяч и меняют там допустим до 200 а если там позволяет состояние салона если именно кто-то это правильно корректно делает в основном допустим в германии в комисах люди вообще не заморачиваются то есть там если там какой-то турок араб владелец комиса состояние салона особенно в германии здесь вроде тоже за этим никто не следит в плане за комисами то есть зачастую на комис приезжают уже те машины которые не прошли тюф то бишь тех осмотра в германии и соответственно и за ними уже никто не следит это экспортные автомобили тут они идут где-то да 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 и пишут только на экспорт да 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 поэтому как бы там бывают такие случаи что приезжаешь смотришь по салону видишь по состоянию что и там далеко за 300 она уже почти мертвая но видишь на одометре 150 сколько нужно смотреть машин чтобы найти их что-то нормально 5 10 обычно лучше всего джет 10000 злотых на покупку лучше всего просто обращаться и искать именно объявление от частных продавцов это это не важно да это настолько сильно важно потому что во первых если машина на польской регистрации ты в принципе можешь расспросить у владельца что как он делал если у него будет какие-то фактуры подтверждения это тоже будет сразу понятно более менее и немного даже прогнозированный автомобиль как бы если это машины привозные где-то там с комиса ну работники комиса они понятия не имеют что это было что происходило с этой машины как она была сервисована они просто продают то что они пригнали на аллегра есть в продаже обычные обеда которые просто там стоят там 20 до 100 лет какие-то там с алиэкспресса и на самом деле это безделушка потому что кроме ошибок по двигателю ты ничего не сможешь проверить то есть а именно имея сканер ты можешь пройтись по всем блокам по безопасности потом климат-контроль по паркингу по трансмиссии по двигателю и прежде всего сверить там пробег если есть такая возможность а также понять как бы если есть какие-то там неполадки в чем причина то есть сканер показывает как бы код ошибки и он ее это это дорогостоящее оборудование в основном хорошие сканеры зачем начинаются где-то от 80 тысяч злотых это сканер довольно высокого уровня это так называемый lounge который многие пользуются и он также позволяет пройтись по всем блокам сотрудничает в принципе работает со всеми марками довольно адекватно это оборудование получается это у нас диагностическая камера в случае с некоторыми автомобилями именно надо делать эндоскопию две эти получается камера здесь на накидные маленькие зеркала зеркала которым можно проверить допустим состояние клапанов посмотреть на хар на цилиндрах именно на поршнях и понять как бы тоже состояние автомобиля но это очень редко используемое оборудование так как крайне мало людей позволяют на такой вид диагностики и это получается надо ехать только на это ваш штатное сто чтобы были для этого условия то есть просто так вот стать на улице и засунуть камеру две эти во первых никто не позволит во вторых неразумно так как может любой любая пыль любой грязь в любое что-то попасть в двигатель и получается вы тогда уже становитесь именно новым владельцем автомобиля скажи мне еще такую вещь если речь идет о технической части уходовой части если ты поехал в село какой-то на осмотр прежде всего надо сделать тест-драйв то есть это поможет тебе понять в каком состоянии именно подвеска то есть банально там в стойке амортизаторов то есть сам скрипятся и что-то гудит стучит вы это первичный первичная проверка вторичная проверка то есть я перед каждым выездом я проверяю если где-то ближайшей местности какой-то стой или так называемая станция укрингово где делается техосмотр и подбивается техпаспорт и туда уже едешь и эта услуга получается стоит 30-50 злотых в там зависимости от этой станции и они именно загоняют на шарпак и полностью прогоняют как бы все всю твою подвеску и ты можешь также сойти с ними вниз посмотреть обязательно досмотреть самому потому что из моего опыта постоянно обманывает когда везут к своим в селе да это увы так работает как бы но поэтому я не говорю да 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 здесь все хорошо все замечательно на самом деле надо смотреть самому ну да потому что потом это же ты уже влетаешь на эти деньги а я в принципе если делаю проверку то я зачастую тоже в ответе за состояние как бы то себя перед людям рапорт рапорт по машине что как эта ситуация выйдет стоит не стоит ли брать и какие финансовые вложения их ожидают я делаю скажем так две разные услуги это именно выездная диагностика и автоподбор если мы говорим про выездные диагностики по врослову цена выглядит так что 350 злотых за один автомобиль за полную проверку если мы говорим про выезда где-то дальше там по польше там допустим познань варшава где-то краков то получается 350 злотых плюс 50 грош за километр если мы говорим о какие-то там дальние поездки потому что иногда так случается что там можно даже бы dance поехать и есть именно проверенная информация что машина в хорошем состоянии тогда это выглядит так что берется специалист на день это стоит 600 злотых и плюс километраж там 50 грош за километр а если мы рим про автоподбор то идет вилка цен то есть от 10 до 20 тысяч это 600 злотых плюс километраж и там идет получается проверка не только одного автомобиля минимум трех то есть просматриваются все объявления и выбирается согласовывается с клиентом что кому больше там нравится и это доедем и проверяем ну и соответственно выше там там вот 20 до 30 это там 900 30 40 это там 1200 и растет большое спасибо виталь за твой визит к нам в окончании нашей встречи мне бы хотел сказать что ссылки с нашими контактами будут в описании под видео и более того для твоих подписчиков которые перейдут к нам и подпишутся на наши группы в фейсбуке или инстаграме будет скидка 10 процентов на первое посещение нашего автосервиса ждем вас всех к нам в гости звоните приезжать всем большое спасибо за просмотр если вам понравилось ставьте лайки под этим видео переходите по ссылкам подписывайтесь на соцсети ребят очень рекомендую мне очень понравилось обслуживание сервис как я уже рассказывал мою машину привели чувство большое спасибо будем стараться приезжайте в гости пока пока